Зимний чеснок Если до сих пор не взошел, значит ему кирдык А кирдык только по одной причине Значит вы его посадили Когда, мои милые мальчики и девочки? Ага, в октябре В конце, ну на всякий случай А может в ноябре? Тогда понятно, почему он не вылез Еще раз, пожалуйста, вот сейчас оператор покажет Какая грядка с чесноком Обратите внимание Выпада практически нет Если на вот этой гряде в три ряда и имеется выпад То это может быть 5-10 штук А здесь их больше 100 Поэтому я считаю, что процент Приживаемости очень хороший А почему? Все просто Вы обязательно должны понимать Что чеснок высаживает тетя Таня С 26 августа По 15 сентября Без вариантов Закрывает сверху ботвой Чтобы не было перегрева почвы Чтобы зеленка не пошла Вот и весь секрет Но перед посадкой, милые мои Вы опять мне пишете А что у нас там у этого чеснока и лука Все червивое, все там съеденное Все ужасное, все упало И уже падает перо Там, где теплые края Где уже и лук растет Да ешкин кот Да вы что, не можете в карбофос на полчаса Полчаса в Максим опустить Карбофос от этих вот самых червяков Мух и трипсов А вот Максим Это от болезней На пачке прочитать слабо, что написано Ну правда, я уже Ну правда, некоторые пишут справедливо Что я тут ору, как бешеная Знаете, я могу и не орать Я могу просто не говорить вам об этом Но мне, честно сказать, вас просто жалко Мы зачем такие деньжищи тратим Усилия прилагаем Чтоб воздухом свежим подышать Особенно вот таким, как сейчас Мороз и солнце В Сибири мороз Обратите внимание Чеснок ни один не замерз Ночью было минус В бочках вода замерзла Так, что я стою тут с пачками Вот даже сейчас Уже пора позаботиться о чесноке Почему? А по кочану Потому что он есть хочет У него нет ни одного желтого перышка наверху Это все Я уже простыла Это говорит о том, что он совершенно здоров И слава богу Выбирая метод посадки этих культур Чеснока и лука Вы должны понимать Что можно ведь смешать несколько Вот всем метлайдер не нравится Американский профессор земли Делец просто потрясающий 33 года искал формулу одобрения А мне нравится Ну совместить это на огороде сибирском Ну не так уж и сложно Вот посмотрите Вот он требует того, чтобы у него грядка была Грядка была 45 сантиметров То есть одна грядка с одним рядом культуры А межа 75 между ними Ну да жадность сибиряков до земли Она просто и не обсуждается Поэтому я делаю так Значит три ряда с гребнями Как положено Между ними по практически 30 сантиметров Но что я буду делать дальше? Вот это не по метлайдеру Это близко к нему Главное, что между этими рядами Есть борозды Вот зачем они нужны? Я уже вам всю плеш проела Для того, чтобы поливать туда И кормить туда Не надо поливать по поверхности Вот этого горба, этого гребня Пусть земля останется сухой Рыхлить ее надо Поливать не надо Потому что во влажную почву Лезут все ваши мухи, трипсы и так далее Вы поймите, что Чеснококорни, вот они вот такенные Поэтому достаточно того, что мы насыпем Внимание Мы насыпем в борозду удобрения Можно горчичный порошок под перекопку Можно в борозду А вот это фосфоритная мука Вот те ленивые, особо одаренные Которые не внесли золу при перекопке Пожалуйста, внесите вот такое удобрение Это прекрасный раскислитель с большим количеством фосфора То, что требуется луку и чесноку Для того, чтобы быть здоровыми Вот смотрите Это ж просто, господи, ну проще-то не бывает ничего уже Единственное, что ветер очень сильный И я не могу себе позволить Насыпать так, чтобы уже все глаза тут засыпало Запомнили, да? В борозду И самое главное После того, как вы это внесли Полейте, пожалуйста Сейчас чесноку, независимо от погоды Днем, все равно 8-10 градусов Поливка вот так необходима Вот на этом я закончу А дальше продолжим в следующих программах Всего доброго вам и до свидания